Проект представлен на экране. Это показать вам состояние IT-отрасли на сегодняшний день, а также перспективы. Обозначить проблему, проанализировать и найти ее решение. Школьники проводят настоящую научную работу. Саид Магомед Маматиев к этому выступлению готовился серьезно. Тему для своего проекта выбрал еще в начале года. Проблема распределения бытового мусора является крайне актуальной для республики Ингушетия. Поэтому в своей проектной работе я затронул данную тему, рассказал о методах и способах утилизации бытового мусора в разных странах, в целом во всех странах мира. И также рассказал и проанализировал методы, за счет которых можно подавить данную проблему в республике Ингушетия. На протяжении года ребята слушали лекции и закрепляли их практическими занятиями. Свои идеи ученики представили в виде презентации. Буллинг в школе, аптечная наркомания, загрязнение окружающей среды. Темы для проекта выбраны самые разные. Я связался со своей будущей профессией. То есть я поступаю в IT-сферу и решил, что будет неплохо покопаться в этой теме, а также сделать проект. Что нового ты для себя узнал? Я узнал, что таблица достаточно печальная в России, так как 45-е место – это довольно плачевное место. И я попытаюсь как-то поднять этот уровень, рейтинг, как получится. Проектирование – это новая дисциплина, которая введена Министерством просвещения еще в прошлом году для учеников старших классов. Она призвана научить будущих студентов создавать проекты, применимые в тех или иных отраслях. Многие темы выбраны с тем профилем, в котором обучается данный ученик. Дети выбрали темы, которые актуальны и которые их волнуют в настоящее время. Защита проекта, вы видели, как шла. Дети разносторонние, и многие связывают свой проект с будущей профессией. Многие пишут о тех вопросах, которые их интересуют. Это уже третий день выступления. Оценивают ребят по пятибалльной шкале. Итог заносится в аттестат. Каждый член комиссии оценивал индивидуально. В дальнейшем выносилась уже общая, выводилась уже оценка. Да. Акцентировали на актуальность темы, была очень важна. Насколько могли представить ее. Эта проектная деятельность очень востребована, очень полезна для детей. Для дальнейшей адаптации их в будущей жизни, так как развивает критическое мышление, развивает вообще личность и способствует работе в команде. Сегодняшняя презентация – своего рода первый экзамен на пути к взрослой жизни. Впереди у школьников единое государственное вступительное испытание, а также подача документов в высшие учебные заведения. Времени расслабляться просто нет. Хавагагива, Сулейман Костоев, Новости 24.